доброе утро суббота 9 утра я бегу к машинке сегодня я работаю сама и придет моя ученица как вы заметили влога нету за вчерашний день ну потому что произошло то о чем я вам в принципе и говорила то что пыталась донести в предыдущем видео что моя ученица это приоритет номер один когда идет обучение и настя выбрала коммерческий курс коммерческий курс с большего состоит из такой достаточно сильной теории бизнеса практически два дня мы об этом говорим но полтора где-то получается и вот вчера целый день у нас была теория бизнеса и взять камеру чтобы хотя бы кусочек какой-то заснять меня просто не было не то чтобы времени у меня не было даже мысли взять камеру что-то снимать то есть если бы было какое-то практическое занятие например свадебный курс она все-таки взяла то скорее всего пока была бы теория бы тоже не снимала но когда она уже делала букетик я наверное взяла камеру чтобы показать что вот мы делаем букетик но тут вот было абсолютно некогда поэтому я утром сняла видео как я сажусь машину а потом включила камеру вечером со словами что все иду домой спать ну конечно же я это уже не монтировала из этого влога не сделаешь и даже скажу честно даже удалила эти кусочки и сегодня начинаю снимать заново посмотрим что получится потому что сегодня это тоже у нас теория теория правда потом будет практик по коммерческому курсу ну посмотрим все сажусь машину еду на все я уже приехала иду открывать магазин слышите на улице 5 градусов волосы электризуются так что я это до кого не дотронусь и до чего не дотронусь сразу током бьюсь и волосы такие вообще надо чтобы быстрее уже потеплело ну на улице у нас так в принципе как и обещали по утрам где-то от нуля до плюс пяти ну и самое теплое плюс 10 все идем открываться ну что мои хорошие сделала я себе кофе вот и сижу за своим рабочим столом и вот сейчас вы можете наблюдать как я обычно наблюдаю свой магазин когда работаю самостоятельно я вот так сижу я вижу кто ходит кто заходит я вижу свой холодильничек а еще знаете пока настя не пришла на обучение может быть все таки хоть что-то вам поснимаю хотела вам показать видите вот эти вот копилочки я вам уже их показывала что начала сотрудничать с девочкой которая делает эти копилочки все начинается с мечты вот я одну видите себе для чаевых поставила и нам тут разную мелочке дают так вот особенно для тех кто из беларуси из минска вообще не проблема я вам оставлю под этим видео так сейчас давайте камеру на себя перед я вам под этим видео оставлю ссылочку на девушку ее зовут ирина и она вам сможет предоставить на условиях там либо реализации ну как вы уже договоритесь мы договаривались на условии реализации вот такие копилочки их большой выбор есть звездочки есть свинки есть кактусы и в общем очень большой выбор на самом деле вы обязательно с ней свяжитесь и если вам нравится такой ассортимент завозите к себе в магазин я думаю что он должен найти своего покупателя потому что мой покупатель очень хорошо реагирует на такие копилочки что касается девочек которые из беларуси возможно я думаю также вы сможете с ней посотрудничать но наверное вам надо будет договариваться по поводу доставки либо самим приезжать в минск сюда за товаром а дальше уже потом будете перечислять денежку на расчетный счет за проданный товар ну вот насчет россии пока вам не знаю насколько у вас получится сотрудничать или насчет моих украинских зрителей но вот еще раз повторюсь для девчонок которых из минска там вообще повезло контакты будут смотрите под видео ссылочку и заказывайте так что решила поделиться с вами тем более что у меня на самом деле уже были запросы когда я первый раз показала эти копилочки у меня были запросы много кто спрашивал оль а где ты их взяла оль поделись контактами оль дай пожалуйста ссылочку вот вам сегодня под этим видео ссылочка будет постоянно даже если это видео вы посмотрите через год все равно я думаю что ирина будет заниматься этими копилками потому что потому что они только-только-только появляются подобного рода вещи и я думаю что их такая знаете самая основная продажа будет где-то вот ближайший год-два то есть они пока только завоевывают рынок но имеют место быть вот об этом хотела вам сказать ну и как я и говорил я кофе я кофе пью пока не раздеваюсь ребят на улице похолодало батареи отключили очень холодно у меня спрашивают почему я сюда не привожу обогреватель ну потому что согласно нашим правилам техникам пожарной безопасности я не имею права в своем магазине иметь обогреватель поэтому греемся как можем ну после обеда здесь солнце на этой стороне где у нас выход из магазина и стараемся побольше времени выходить на улицу и проводить на солнышке там она уже греет уже чуть-чуть теплее а так сожалению да пока придется перетерпеть придется просто теплее одеваться и как-то как-то ну больше двигаться просто надо когда тут двигаешься когда тут работаешь там холодильнички что-то делаешь клиентов обслуживаешь да или как вчера я тут как обезьянка скакала вокруг настя рассказываю про теорию бизнеса потому что это моя тема любимая это то в чем я очень хорошо разбираюсь как рыбка в воде знаете плаваю вот поэтому здесь мне вчера не было холодно ну вот а настя наш сидела записывала все конспектировала конечно на к вечеру уже подмерзла это очень было видно я ее даже раньше хотела уже освободить говорю давай иди домой грейся но она говорит нет нет я все я пишу я учусь так что такая крепкая девчонка значит есть у нее будущее флориста потому что флористы конечно сахарными быть не должны и растаять только от дуновения ветра это не про флористов флорист он должен быть действительно очень крепкий с иммунитетом с хорошим здоровьем с хорошей физиологией и тогда у вас все получится все ребят всем вам доброе утро хороших выходных я пошла по что ребята меня уже почти 11 часов с минуты на минуту должна прийти настя на обучение я готовлюсь достаю чашечки поставила чайничек и сейчас она придет на улице очень холодный ветер она идет пешком я это точно знаю поэтому придет скорее всего замерзшая и надо сразу же сразу же ей сделать горячий чай чтобы ее отогреть так что жду ее что мои хорошие у меня семь часов от меня только что ушла моя ученица двумя сертификатами с новыми знаниями такая напитанная этими знаниями уходя сказала главное не трясти головой чтоб ничего вдруг не выпало но у нее есть полный конспект поэтому я уверена что все будет хорошо но теперь как я уже ей сказала все зависит от нее теперь максимум практики все полученные знания надо обязательно отработать максимально от практиковать если есть такое слово и все у нее получится я в этом даже не сомневаюсь так что насти еще раз спасибо тебе большое что доверила именно мне твое обучение доверила мне быть твоим наставником в этом мире флористики в мире бизнеса цветочного и я уверена что все все у тебя получится все у тебя впереди мне в свою очередь еще подвезли чуть-чуть цветочков но совсем капельку там альстромерию хризантема я там быстренько подрезала поставила на воду надо быть сейчас вернуть с воды почистить наконец-то и привезли еще тюльпанчики красивые да еще есть тюльпаны есть даже люди которые несмотря на то что 8 марта было позади правда уже больше месяца назад но тем не менее ждут тюльпаны вот такие красивые пиановидные и вот такие беленькие сейчас вам покажу я их люблю называть королевский потому что их раскрытие как корона и очень красиво кстати смотрится именно в букетах сборных вот эти вот беленькие тюльпаны так давайте тогда ребят временно выключаюсь бегу дачи чищу тюльпаны пью чай восстанавливаю голос и потом к вам еще вернусь и хорошие все восемь часов закрываем магазинчик иду к машине он идите сзади мои цветочки все отработали обучение и сейчас знаете куда еда маме за янкой я по ней соскучилась она это время пока я обучала она в это время жила у мамы от нее ходила в школу делала уроки а мне в принципе тут у нас какой-то прям аншлаг а мне в принципе ну по-другому не получилось потому что надо же было проследить как янка пообедает перед школой как она сделает все уроки мне надо было проверить уроки да быть уверенной что школу ее надо было собрать ну а я же начинала самого утра и конечно же я не могла это сделать на все я еду за янкой так что теперь она сама сегодня в минске было открытие байкерского сезона смотрите пока доехала вокруг меня такое ощущение кроме мотоциклистов никого не было но муж у меня сегодня работал на удивление не поехал сейчас вам хочу показать как ребенок соскучился по маме я ей позвонила сказала что я еду она уже с вещами во дворец и и и и и слушайте мой хороший же темнеет стою не могу янку зазвать с площадки играет с какими-то мальчишками включила там на микрофоне музыку и не там и танцуют и веселятся в общем крючу крючу надо наверно идти за ней самом деле подустала уже сейчас хочу ее забрать прийти домой просто знаете наверное лечь и полежать отдохнуть а все увидела янка уже меня все бежит заинка моя красавица на этом сегодня с вами уже попрощались увидимся возможно с вами завтра посмотрим как день будет проходить и как что я смогу поснимать очень благодарна вам что вы со мной что вы мне пишите что вы волнуетесь если вдруг нету видео и что ставите свои лайки с вами была оля с вами была янка смотрите запыхавшаяся музыку ставит все пока пока